добрый вечер дорогие друзья мы сегодня начинаем работу нашей литературной школы в этом году она называется проза над линией фронта и приурочена к 75-летию победы великой отечественной войне напоминаю что наша тема война но не только война но и общие проблемы литературы и на связанные с батальным человеком и батальными батальными ситуациями художественные решения которые предпринимали те или иные авторы спрыгнул в траншеи и увидел сержанта литвинова из своей разведрот сержант своим намоленным трофейным ножом скрыл банку тушенки из того же ножа ел я вспомнил как полчаса назад в двух шагах от меня литвинов заколол худого немца в очках немец замешкался меняя обойму сержант прыгнул к нему сильным ударом правой руки вогнал лезвие между ребер сделал широкое вращательное движение рукоятка расширяя рану и вынул нож кровь хлынула литвинов оттолкнул немца ногой и побежал дальше я посмотрел на нож меня передернуло литвинов заметил судорогу моих плеч что такого я же актер протянул мне банку на поешь я покачал головой присел на деревянный ящик из-под гранат приставил рядом с собой к стенке траншей винтовку достал папирос и закурил не могу понять как ты литвинов вот так вот спокойно жрешь с того же ножа которым только что убил человек ты литвинов наверняка садист хорошо что сейчас война а в мирной жизни кем бы ты был преступником но но сержант хасуев во первых не человека а немецко фашистского врага во вторых человека прирезать ничуть не сложнее чем кабана иногда кабана сложнее вот ты хасуев резал свиней я мусульманин нам свиней нельзя какой же ты мусульманин когда ты коммунист у нас все так и коммунисты и мусульмане что и молятся кто как по-разному но свинину никто не ест это зря свиное мясо самое вкусное нежное если подумать сало где же еще взять сало если не от свиней а без сала какая жизнь но вопрос не в том ты же вроде не городской если не свиней то коров наверное резал баранов я вспомнил дядю ахмеда к которому наша семья всегда стыдливо приводила скот на забой у нас никто включая моего отца не мог даже курицу зарезать ничего не ответил литвинов доел тушенку обтер ножа промасленные из-за брызганной крови форменные штаны спрятал в ножны подвешенный кремню выпил чего-то из фляжки судя по всему не воды уселся поудобнее видимо сержанта тянуло поговорить у меня был боров звали его тимофей с именем уборова произошла поучительная история сначала я звал его новохудоносор хотел повыделываться что я умный грамотный книги читаю знаю много слов ну значит откармливаю я кабанчика но не станешь же всякий раз кликать животное новохудоносор я сокращенно оська он стал понимать ими отзываться а мне потом жена сказала что ося это уменьшительное имя от иосифа ну и сам понимаешь я чуть не умер от страха вовремя сказала можно сказать спасла меня пришлось срочно переименовывать как можно не похоже назвал тимофеем кабанчик сначала удивлялся а потом и к новому имени привык вообще я думаю что слов они не понимают но откликаются на звук твоего голоса и на разные настроения и потому понимают человеческую речь недословно но общий смысл вполне сделали мы ему тимофею операцию колхозный специалист сделал в общем отрезали причиндалы стал он мягкий ласковый меня очень любил вырос стеленка а бегал за мной по станице как пес с руки ел хрюкал а как радовался как радовался как только меня увидит я его и не запирал даже он на крыльце спал чтобы значит как только я выйду на баз первым меня увидеть но пришло время я мог бы отдать его мяснику живым но это было бы нечестно так я бы его предал в чужие руки как иуда христа я почуял что должен сам это сделать а свиньи они очень умные мне кажется он загодя все понял когда я разложил инструмент он подошел ко мне приласкался и смотрит глаза в глаза и я читаю в глазах давай пётр если такая моя судьба только делай это сам и постарайся чтобы чтобы не очень больно литвинов заплакал две чистые прозрачные слезинки текли по его грязным в пыли и копоти щекам прокладывая дорожки оставляя петляющие следы я все время пока его убивал смотрел ему в глаза и обнимал голову а он так доверчиво а потом чувствую умер слили кровь на кровяную колбасу а дальше я разделывать не стал так туши и продал и кровь продал не смог бы я ни крошки из тимофея съесть литвинов плеснула из фляги спиртом на свои ладони протер ладони вытер лицо продезинфицировался успокоился и ровным тоном продолжил вот их осуев говоришь человек иного человека проще убить чем кабана мне тимофей был как друг как брат родной как хоть и свинья а этот немец он мне кто да я его в первый раз вижу никто он если бы надо было сожрать его сердце я бы вынул и сожрал а что такого сожрал бы если бы была от этого какая-то польза тимофея не смог а этого запросто жил он там где-то в своей баварии не брат мне не сват ни кум я о нем не сном не духом теперь лежит как мешок дерьмо а мне не жалко а тебе жалко не жалко мне противно что ты с того же ножа ешь но извиняйте приборов столового серебра не подавали ладно просто помой ладно помою я выкурил уже две папироса в голове слегка шумела то ли от табака то ли от недосыпа то ли от недавнего боя литвинов спросил а вот ты сегодня сколько убил семь и кто из нас двоих прирожденный убийца и не путай тут совсем другое дело я большей части убивая как смотрю в прицел там какое-то шевеление определяя где например голова щелк голове дырка я вообще не уверен что это живые люди может это какие-то куклы может у них вместо головы арбуз стреляешь и летит во все стороны красная мякоть мы в детстве так делали у меня была мелкашка я бахчу охранял от птиц животных от лихих людей тоже арбузы на терских песках растут но маленький арбуз не такие как астраханский размером с голого ребенка так что я постоянно стрелял там и навык наработался но я даже в атаке как сегодня стреляю а в рукопашную что душка не хватает пару раз бился если очень надо могу но мне не нравится сегодня на нейтралке за сто метров до траншеи прилег туман быстро рассеялся немцы выскакивали как зайцы я щелк 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 так семя нащелкал а я всего трех на двоих мы с тобой ухайдакали десяток если все так воевали войны бы на три дня не хватило ох не торопись хвастаться хасуев другой день мы с тобой можем лечь в списке безвозвратных потерь совершенно никого с собой на тот свет не прихватил например от артиллерийского обстрела или под бомбежкой и словно на каркал мы продолжаем работу нашей литературной школы который называется проза над на линии фронта присылайте пожалуйста свои вопросы если они у вас возникнут сегодня у нас замечательный гость писатель герман садулаев буквально два слова герман дебютирует в середине нулевых годов как прозаик публикуется в российских периодических изданиях в известных журналах одна из первых книг которая делает германа садулаева заметным в литературной и критической литературно-критической среде эта книга я чеченец которая выходит в издательстве ультра культура но такой уже славу приносит герману садулаеву его офисная проза это тексты это романы два романа которые выходят в издательстве адмаргин им один из этих романов называется таблетка другой а д затем герман садулаев пишет публикует вернее небольшой сборник рассказов которым тоже присутствует военная проблематика сборник который называется бич божий ну и герман садулаев также автор замечательных романов шалинский рейд и иван ауслендер и помимо этого герман является автором кажется трех книг публицистики герман садулаев прозаик и публицист и вот сегодня он с нами герман ну и сразу же к тебе тогда такой вопрос почему ты все-таки решил обратиться к батальной прозе к военной прозе какое место вообще она занимает в твоем творчестве это ведь рассказ который сейчас мы прослушали не единственный твой рассказ у тебя есть замечательный рассказ я помню называется оставайтесь на батареях из истории испанской войны связанный право современностью там полифонический но все-таки почему-то обратился именно к батальной военной прозе и в частности к событиям великой отечественной войны здравствуйте детстве я мечтал быть автором именно военной прозы я очень много читал конечно у меня было много любимых авторов я часто говорил что одним из моих учителей был борхес допустим да но еще раньше еще прежде чем борхес еще прежде чем бунин а в самом наверное чувствительном в возрасте может быть 11 лет я читал и перечитывал танки идут ромбом анатолия на него и вот такую советскую лейтенантскую прочую военную прозу а в основном великой отечественной войне конечно такая проза героическая военная проза она оставляет на психике мальчика огромный оказывает огромное впечатление конечно сам себя потом всю жизнь с этим сопоставляешь из измеряешь но а потом случилась вот это с трагедия чеченской войны на том месте где я жил и она затронула моих родных моих близких на село односельчан то есть я увидел войну своими глазами это была правда совсем другая война то что это было же что-то вроде гибридного войны как сейчас да то есть не было топ то чего мы ждали или то к чему мы готовились мы готовились к войне с каким-то абсолютным злом а вот что вот мы будем на стороне добра а будет какое-то абсолютное зло как фашист но и будет четкая линия фронта что здесь наши а там вот чужие но чеченские конфликты они были гораздо более сложными и было непонятно кто здесь прав кто здесь не прав было были преступления со всех сторон и трагедии было со всех сторон это был конечно очень травмирующий опыт и он да в конце концов он вылился вот этот сборники я чеченец где в основном рассказы о первой чеченской войне отчасти от 2 но потом уже после какого-то времени я смог наверное более трезво осмыслить уже не только лирически но и исторически осмыслить все что у нас происходило и я написал тогда роман шальнинский рейд и это же роман это уже это уже более или менее такое эпическое это 2010 год если я не ошибаюсь он был в шорт-листе премии русский букер букер да и и большая книга большая книга русский букер он был замечен да и это был уже более или менее исторический роман об истории второй чеченской войне где вот так тоже просто никита лирические осколки переживания была это последовательно изложена некоторые истории на герман тогда к тебе вопрос ты же не являешься участником непосредственным участником непосредственным свидетелем военных действий хотя мы знаем все события которые происходили в шали каким образом ты собирал материал для своей батальной прозы и чеченской и проза которая посвящена великой отечественной войне непосредственным участием участником никаких военных событий я слава богу не являюсь это наверное очень тяжелый опыт едва ли может быть как говорится что всевышний не дает нам тех испытаний которых мы не смогли это правда если бы он считал что я способен их вынести наверно так устроил да но скажем так эмоционального опыта у меня хватило то есть эмоционального опыта соприкосновения с войной мне хватило когда я был в шали времен войны воронках когда в моем дворе лежали не разорвавшиеся боеприпасы и потом когда я вывозил сестру из госпиталя в название тяжело ранено и посещение этого госпиталя причем не в качестве журналиста там или туриста экстремального в качестве весьма заинтересованного лица это было конечно очень тяжелое впечатление так что как-то вот энергетически эмоционально мне хватило и без того чтобы брать автомат в руки каким образом то собирал материал 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 собирал всеми возможными способами из документов доступных и из разговоров с непосредственными участниками событий это было довольно сложно и довольно много времени заняло и вот допустим в центре романа шалинский рейд всего одно событие одно событие одна бомбежка шале обстрел ракетой земля земля и последующие наметами так далее всего один день всего один день в центре и казалось бы ну вот найди двух-трех участников непосредственных свидетелей тем более что моя родная сестра была числе пострадавших вас тут опроси их и вся правда будет тебе их весна казалось все совершенно не так я я спрашивал об этом событии может быть 10 или 15 односельчан и у каждого была совершенно другая история этого дня у каждого хотя на тот момент прошло еще не так много времени сейчас наверное еще было бы все а все хуже да а я буквально и пытался все это узнать непосредственно почему связываешь то что было всякий раз новая история это интересно а вот знаете война такая вещь что она она вообще преломляет пространство время и одновременно возникают несколько вселенных и люди даже сидящие в одном окопе бывает оказывается в двух параллельных вселенных и нельзя сказать что кто-то из них вот нельзя сказать что кто-то из них мрю когда допустим кто-то говорит что сна там станка танк сначала остановился потом выстрелил или танк сначала выстрел потом остановился вроде казалось бы но это две разных но это может быть одновременно так то есть все детали могут развиваться как как вот в альтернативной истории я не знаю потому что это очень большое напряжение человеческих эмоций сил духовное и душевное напряжение и не может реальность оставаться к этому обязать без участной реальность дробиться поэтому я а после долгих попыток а найти какую-то одну стезю истинный а и отклонить живые фальшивые интерпретации я просто понял что что нет фальшивых интерпретаций и нет единственной истинной интерпретации я просто изложил некоторую художественную версию событий то как это я увидел и почувствовал сам и как ни странно и как вот не не было мне было это конечно приятно узнать что большинство людей непосредственных участников второй чеченской войны причем воевавших и на той и на другой стороне и мирных жителей из тех кто прочитали эту книгу они они приняли как правду они сказали да 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 это правда да да все так и было то есть видимо удалось отразить какую-то внутреннюю правду этой войны хотя конечно в деталях воспроизвести невозможно да и нет такой задачи у искусства но материалы связанные со второй мировой войны где ты берешь исторические книги хроники до материала связаны со второй мировой войной или с испанской из испанской ну это конечно конечно книги хроники архивы но вот что касается второй мировой войны великой отечественной войны на счет 75 годовщина победы великой войне собственно поэтому наша литературная школа названа на длине фронта она приурочена к этому великой победы сейчас открылся открылись подольские архивы еще где-то в 2000 годах были сняты грифы секретности и открылся подольский военный архив а после этого он был в значительной степени оцифрован и выложен в сеть на сайт памяти народа и теперь это удивительно но там находятся а просто тонны и тонны военных документов то есть журналы боевых действий донесения политдонесения все вот подсканированные оригиналы документов а обо всех вам но не всех но значительного количества сохранившиеся документы воинских частей это огромный архив в нем можно сутками годами просто ползать смотреть читать это все и это потрясающие силы человеческие документы донесения допустим боевые донесения составлены через полчаса после боя каким нибудь командиром батальона или замполитом вот представь силу этого документа и вот ты читаешь это в оригинале иногда даже не перепечатаны на машинке а от руки написанная на листе бумаги это потрясающую силу имеет я начал в этих архивах рыться потому что хотел узнать о судьбе своего дедушки у меня дедушка погиб в великой отечественной войне вот он погиб в этой операции которая начал исследовать потому что там было много противоречий где именно он погиб в каком даже году он погиб были противоречия документах я решил понять и решил поискать потому что часто можно в этих документах найти следы даже каких-то конкретных солдат и офицеров и потому что по фамильному упоминаются кто-то кто погиб кто был ранен кто совершил какой-то геройский поступок да или наоборот кто сбежал в тыл или кто был расстрелян за дезертиста то есть иногда это все по именам упомянуто это кстати тоже большую проблему создала вот эта печать этих архивов потому что там вот упомянутые люди которые расстреляны за дезертисты за какие-то военные преступления и я не назвал и допустим даже если потомки считали что часто им приходило просто похоронка что погиб смертью храбрых но они узнают обстоятельства гибели иногда не столь романтичные но все равно правда это правда наверное она заслуживает того чтобы быть сказано и открытой вот я начал искать материалы связанные с дедушкой потом нашел нашел документы его батальона его полка его дивизии его армии и постепенно поднимаясь все на на ступеньку и ступеньку выше я начал изучать всю эту операцию это то что называется бои в излучине дона 1942 года это мало изученная военная операция она предшествовала сталинграду она развивалась как-то параллельно сталинграду но лично мне она близка потому что во первых там погиб мой дедушка и во вторых потому что вот именно от излучины дона броском на кавказ немцы собирались захватить северный кавказ кавказ то есть мою малую родину и они я видел эти окопы которые были у нас вырыты до которых правда не нашли они была запасная линия обороны до которых немцы не дошли и мне тогда еще хотелось узнать что же было но тогда что же что же происходило на самом деле но вот только сейчас несколько лет назад появились на самом деле открытом доступе документы о том что же это было это было очень тяжелая операция это были очень тяжелые оборонительные бои это было катастрофическое отступление красной армии казалось казалось что это полный разгром казалось что это полный разгром но в какой-то момент ситуация развернулась и немцы потеряли все что они завоевали и стремительно стали бежать на запад вот я изучаю эту эту операцию и по мере изучения какие-то истории там возникают там же вот эти документы читаешь и там какие-то люди они же все живых людях там какие-то люди какие-то солдаты какие-то офицеры какие-то мелочи какие-то детали начинают всплывать иногда они очень очень вдохновляют на то чтобы написать что-то и вот по боям в излучине дона я написал уже три рассказа один рассказ после боя отрывок из которого нам здесь прочитали один рассказ еще о летчике о немецком летчике сбитым и попавшим в плен и еще и этот рассказ после боя был напечатан бьют в юности рассказа летчики дом будет напечатан сейчас в журнале нижний новгород и еще третий рассказ об ростовском укрепленном рай ростовском оборонительном районе там два укрепрайона были замполите ур-70 укрепленного района 70 и вот об этом дне 22 июля 1942 года когда немцы атаковали ростов и вот этот укрепрайон вот этот еще рассказ я тоже думаю может быть он будет опубликован в каком-то из журнала вот я написал три рассказа может быть будет еще потому что продолжаю читать эти архивные документы по боям в излучине дона ростовской оборонительной операции и они очень трогают сердце герман я хотел тебе задать такой вопрос чтобы уже перейти непосредственно к материалу нас литературная школа к нам уже присылает некоторые вопросы с некоторыми у меня все совпадения тоже предполагал тебе задать похожие вопросы сейчас мы к ним обратимся но говорить на у меня такой может быть будет несколько жесткий вопрос касающийся наверно экзистенциального смысла войны но вот для тебя ведь не секрет это даже связано не только с войной сколько общим пониманием природа человека но скажем вот существует понимание того что война это нечто противоестественное человек чек склонен как говорили там допустим нах коммунисты к солидарности к единству христиане тоже говорят о единстве человека и война понимается например так стым как нечто но абсолютно противоестественное как собственно начинается история войны в романе война и мир началось противное богу и человеку событие то есть также точно как войну описывает ну скажем ричард олдингтон гаршин то есть человечество получает вот этот некий ну ну такую травму но она вопреки вот этой травме который его пытается разъединить разрушить уничтожить она начинает соединяться возникает фронтовое братство вот о котором пишут солдаты возникает такое важное единство не в конце концов война нечто действительно противоестественное если другая версия и в общем-то эта версия тоже присутствует я скажу она милитаристская она скорее говорит нам о том что война это нечто абсолютно естественное для человека вот скажем представителем такой линии в литературе скажем так анти толстовской был амброс бирс американский писатель автор изумительных военных рассказов не не в двадцатом веке луи фердинанд сельмин то есть война это естественное состояние человека человек живет в дарвинистском таком пространстве где пожирает себе подобных за счет этого продолжается его жизнь это происходит например убирса то есть мирное время тоже чек ведет войну там занимается бизнесом кого-то обмешуривает объегоривает просто в мирное время война не так заметно а война все актуализирует также как селин ну который дает некоторое мистическое мистическую версию войны то есть показывая что человек есть проводник некой деструктивные силы которые его тащат в пропасть смерти и война абсолютно естественно вот скажи пожалуйста как мыслитель как интеллектуал и с другой стороны как писатель это бывает что это совершенно разные формы деятельности тебя не конечно связаны ну какому лагерю бы ты условно говоря себя причислил что тебе здесь ближе философское конечно понимание да но состоит в том что мы должны разобраться что такое в природе человека что заставляет нас воевать ну потому что все эти гитлеры они были бы невозможны если бы они так или иначе не отвечали чему-то в природе самого человека и вот это более страшное открытие и мы же у нас сегодня завязан заявлено тема лейтенантская проза но мы к ней сюда и ловся подберемся но вот я уже подбираюсь так вот вот эта лейтенантская проза она открывает вот такую вещь о войне то есть для лейтенантской прозы не а не характерно морализаторство то есть она чаще всего идеологические мотивы в ней минимальны чаще всего она минимально соприкасается с тем что вот там мы коммунисты а вот тут фашисты или вот мы русские а потом немцы или нет но и и казалось бы да вот эти простые истории лейтенантской прозы они вообще не объясняют нам почему же была война вот автор просто рассказывать что вот война вот мы пошли там брать языка или мы там взрывали мост или мы подрывали танки или мы отступали рассказывают это военный быт вот это боевое братство вот это все что а почему вот почему вот это кто заставил кто погнал на войну почему война началась а вот дело в том что лейтенантская проза имеет более глубокий выход на этот вопрос то есть она старается найти причину войны в психологии людей они в политических каких-то не в политическом внешнем контуре да я понимаю я во внутреннем психологическом контуре и она находит войну внутри людей она находит что она на самом деле там есть она была она не принесена из из-за внешнего контура туда и она просто различным образом начинает проявляться в солдатском коллективе вот этих отношениях и так далее вот поэтому мне кажется что как ни странно вроде бы не говоря о философии но лейтенантская проза выходит на более глубокие пласты понимания причинами ну а все таки ты мне не ответил вопрос ну да природа человека она такова и можно ли тут в принципе поляризировать эту проблему либо в природе человека есть это это либо в природе человека ему свойственно агрессия или био агрессия ну киплинг которыми я сегодня говорил был милитарист и полагал что мужчина должен состояться именно так это незначительно считал что война естественное состояние но я против этого война не является естественным состоянием в том смысле что она не является каким-то биологически естественным состоянием агрессия не является естественным состоянием для человека агрессия противоестественным для человека то есть агрессия это для человека некоторые такое временное напряжение, временное искривление его психики, потому что по природе человек не является хищником. Он может быть охотником, но не хищником. Это разные вещи. Это не так, что человек следует... Агрессия есть в человеке, но агрессия в человеке всегда сильна внутри общества. То есть она внутри маленького сообщества. Вот там проявляется человеческая агрессия. Именно как агрессия индивидуума. То есть зараженность чем-то внешним, да? Нет, нет. Или все-таки нет? Внутри. Агрессия проявляется внутри закрытого коллектива. Когда два коллектива сражаются друг с другом, дело не в агрессии. Мне кажется, это такое довольно смелое предположение, хотя я его не сам выдавал, но я тоже основываюсь на некоторых антропологических изысканиях. Мне кажется, что война – это пережиток некоторого автономного ритуала. Потому что человек – это очень ритуализированное существо. Ритуалы заменили для человека в значительной степени биологические модели поведения. Я не говорю инстинкты, потому что инстинкт – это слово пустое, за ним ничего не стоит. Есть, допустим, научное понятие рефлекса, да? Оно имеет отношение к нейрофизиологии, можно проследить. Что такое инстинкт – никто не может на самом деле ответить, да? Поэтому вот эти слова, допустим, инстинкт самосохранения, или инстинкт продолжения рода, или инстинкт агрессии – это пустые слова. Можно все, что угодно назвать инстинктом. Но есть, конечно, биологические некоторые комплексы поведения, да? Сложные комплексы поведения, включающие и какие-то внутренние переживания животные, тоже на них способные, и рефлексы, и нерефлекторное поведение, более или менее сознательное поведение. Но вот у человека значительной степени биологически обусловленные комплексы поведения заменены социальными ритуалами, ритуально обусловленными комплексами поведения. Поскольку биологическое уже меньшее влияние оказывает на человека. И один из таких ритуальных комплексов поведения для человека – это война. То есть человек испытывает потребность в войне, как в совершении некоторого ежегодного ритуала. В свое время он и был приурочен к ритуалу зимнего солнцестояния, когда проводилась ритуальная священная война, когда племя, когда сходились два племени, либо племя разделялось на два условных племени, которые друг друга либо условно убивали, либо убивали по-настоящему, трудно сказать. Либо инсценировали так или иначе священную войну, либо по-настоящему ее занимались, поскольку считалось, что это необходимо для того, чтобы поддержать структуру мироздания, поддержать цикличность мироздания. Трудно сказать, в какие дебри уходит этот ритуал, но то, что мы видим сейчас, то, что в глубоких очень пластах психики человека есть потребность в соблюдении вот этого ритуала регулярной войны. Это одно объяснение. Скажи, пожалуйста, вот твои герои, военные и батальные люди, что они переживают во время войны? Какие тут возникают проблемы? И какие возникают художественные задачи, которые ты решаешь? В какой-то традиции ты это делаешь? Ну, уже в традиции лейтенантской прозы. Но на что ты делаешь акцент? Ну, условно говоря, предъявляя человека в состоянии войны, ну, проблематика, условно говоря. И какие-то художественные решения здесь строишь? Или какие векторы художественных решений? К сожалению или к счастью, я не могу работать в традиции лейтенантской прозы, хотя я ее люблю и изучаю, потому что очень важным условием для работы в жанре лейтенантской прозы является непосредственный боевой опыт автора, причем именно в качестве младшего командира. Ну, может быть, назовем несколько имен? Конечно, если мы уже переходим, тогда я небольшой экскурс в лейтенантскую прозу сделаю. Может, не все знают, наши слушатели? Я думаю, что многие знают. Вообще, да, в лейтенантской прозе называют некоторое такое течение, возникшее после войны, когда фронтовики, молодые фронтовики, бывшие молодыми на фронте, в основном бывшие на фронте в качестве младших командиров, они начали писать на основании своего опыта. И эта проза, она была такой непропагандистской, она была непафосной, она была о людях на войне, она была близка окопной правде, она имела какой-то гуманистический заряд большой. И в то же самое время она раскрывала войну, может быть, лучше, чем пропагандистские агитки. И первым предвестником лейтенантской прозы был Виктор Некрасов. В 1946 году он опубликовал в журнале «Знамя» свою повесть в окопах Сталинграда. В 1947 году ее прочел Сталин, и в этом же году эта повесть была удостоена сталинской премии, второй степени. Правда, через некоторое время ее практически запретили и изъяли. Но потом все равно сняли по ней фильм. В общем... Ну, потом ее изъяли в связи с отъездом Некрасова. Потом ее изъяли. Я уже застал ситуацию, когда Некрасов был уже иммигрант. И это не та книга, которую нам рекомендуют. Бондарев, Бакланов, ради бога. Да, вот он был предвестником лейтенантской прозы, но еще не самой лейтенантской прозой. И не только потому, что его изъяли из библиотек, не только потому, что он иммигрировал, это произошло значительно позже, а еще и потому, что у него еще не совсем та была оптика. Да, его сближает с лейтенантской прозой вот это непосредственное участие в боях в качестве младшего командира и вот такое человеческое отношение к происходящему. Но все-таки есть некоторый промежуток вот такой вот поколенческий. Потому что Виктор Некрасов, надо помнить, что он был 911 года рождения. Он закончил войну, а ему было 34 года. То есть он был уже очень взрослый человек. Потому что вот те, кто потом делали лейтенантскую прозу, они были мальчишки. Это были мальчишки. Для них Виктор Некрасов был просто дядя, дядя Витя вообще был. Потому что Бакланов, допустим, Григорий Бакланов, ему 20 лет было или 21, когда закончилась война. То есть они начинали войну в 17, 18, 19 лет. В 20 и в 21 они уже заканчивали войну. То есть это были дети на войне. И вот в этом еще такой особый вкус лейтенантской прозы в том, что это проза крестового похода детей. Это дети, бывшие на войне. Потом немножко повзрослев, они начинают о ней писать. Виктор Некрасов смог сразу же в 46 году написать. Он был уже взрослый человек. У него был уже и творческий опыт до войны. Он работал в театре. У него был и жизненный опыт человеческий. Все-таки во второй половине 20 века мужчина 30 с лишним лет. Это был уже не как сейчас. Сейчас инфантильный мужчина, он в 30 лет еще мальчик. И в 50. Бывает и в 50. Тогда это был уже очень взрослый состоявшийся мужчина. А они были мальчишки. И вот только спустя, может быть, как правило, спустя несколько лет после войны, осмысляя свой фактический детский травматический опыт, вот эти лейтенанты, они начинают писать. И это вот упомянутый Григорий Бакланов, это Юрий Бондарев, это Василь Быков, это Виктор Курочкин, прекрасный. И вот еще несколько есть имен Кондратьев, Васильев. В основном они были младшими командирами. И это давало вот такую оптику. Помимо поколения, помимо поколения надо еще понять, что вот не совсем, не совсем лейтенантская проза почему-то вроде, казалось бы, случайно, получается у тех, кто не был лейтенантом, кто был, допустим, во время войны, ну, красноармейцем. Были такие уже. Потому что офицер, пусть даже и младший офицер, это все-таки военный человек. Пускай у него всего несколько месяцев каких-то курсов офицерских артиллерийского училища, но все равно он уже самого себя видит, как профессионального военного. Он уже самого себя видит, как человека войны. А солдат, он максимально отстранен от войны. У него максимальное неприятие всего, что происходит. Он не видит даже на уровне взвода, что происходит. Он видит только, вообще только собственную судьбу. Поэтому хотя бы вот уровень младшего командира должен был быть. Это тот уровень, когда человек фактически с солдатами, он спит с солдатами, ест с солдатами в одном блиндаже, в одной траншеи, вместе с ними идет в атаку, вместе с ними обороняется, ест из одного котелка, как солдат. Но он не солдат. Он все-таки младший командир. Вот эта позиция давала вот ту уникальную оптику, и плюс поколение, плюс то, что это дети, которые иногда командовали людьми взрослее, 30-летними, 40-летними, смотря какой призыв был мужиками. Вот это, конечно... Да, я хотел вспомнить фильм о войне, освобождение. Там солдаты звонят лейтенанту, говорят по поводу Рейхстага. Первый этаж взяли, ура, он говорит, давайте еще. Звонит майору. Майор говорит, только первый. Продолжайте. Дальше майор звонит генералу, докладывает, взяли первый этаж. Генерал говорит, ну, как-то надо еще, надо быстрее. Звонит Жукову. Медленно двигайтесь, генерал. Это разница в оценках, она очень сильно впечатляет. Герман, скажи, пожалуйста, насколько тебя вообще увлекало или интересовало кино о войне, если интересовало, то какое советское, постсоветское, американское, французское, немецкое. Ну, по поводу... Ведь кино нас сформирует ничуть не меньше, чем, в общем, литература, и у нас есть потрясающие эпопеи, эпопея «Озерова освобождения», многосерийная, изумительная. У нас есть экранизация романа Чаковского «Блокада» с изумительным составом актеров. Это очень военное кино, разумеется, много у нас, в общем, не было военного кино. Так же, как Голливуд снимал тоже какое-то количество военного кино, в 50-е, в 60-е, и уже в нулевые. Ну, вот тут есть что-то, что тебе особо запомнилось? Я недавно пересматривал некоторые советские фильмы, и в основном я пересматриваю фильмы, снятые по произведениям авторов лейтенантской прозы. Ведь на самом деле у них была-то судьба довольно успешная, ну, литературная жизнь. Хотя, казалось бы, в Советском Союзе их должны были как-то задвинуть, потому что вот идеология, а они про коммунистическую партию почти ничего не пишут, про верность там заветам Ленина. У них вообще, очень редко вообще встретишь там за Сталина, за Ленина, мы там коммунисты, немецко-фашистские захватчики. Вот этого всего у них исчезающе мало. Исчезающе мало. У них вот такие произведения, которые, в принципе, можно перенести в декорации любой другой войны. Войны, как вот этого великого священного ритуала, священной войны. Очень мало идеологии. Казалось бы, советский язык, Советский Союз настолько заидеологизированный, не должен был это приветствовать. Но, но, на самом деле нет. На самом деле, лейтенантская проза была принята на ура. И, конечно, у нее были миллионные тиражи, миллионные тиражи, и таким большим очень показателем популярности были экранизации. Практически все авторы лейтенантской прозы были экранизированы. И вышли замечательные фильмы «Стренинграды», «Азорь здесь тихие», «Офицеры». «Стренинграды». Это все фильмы? Я скажу, что Василия Быкова был неоднозначным. Как бы приняли, и тоже были письма ветеранов, потому что вся проблематика войны в основном у него выносилась действительно за скобки. То есть, немцы изображались как стихийное бедствие, дождь, град, а в основном война-то происходила между русскими людьми и внутри людей. Вот там находился линий фронт, так же, как и в фильме Германа. «Проверка на дорогах», почему эти фильмы и вот эти книги вызвали некоторые у цензуры большие вопросы. Они завоевали, Василий Быков, разумеется, завоевал. Я, когда был школьником, я читал все эти книги, они были в обязательном списке дополнительной литературы. Что такое лейтенантская проза? Лейтенантская проза. Это вот основано на личном опыте автора. Человек правду войны рассказывает. Я вообще предтечей лейтенантской прозы считается Виктор Некрасов в его «Окопах Сталинграда». Но, конечно, у лейтенантской прозы были более далекие источники. книги, потому что вырастают из книг. У любого жанра всегда есть свои исторические какие-то предшественники. Конечно же, лейтенантская проза вырастает в первую очередь из севастопольских рассказов Льва Николаевича Толстого. Причем именно из севастопольских рассказов, а не из другой. Проза ни в коем случае не из «Войны и мира», потому что «Война и мир» это уже что-то другое. В таком стилистике «Войны и мира» как раз-таки написал свои танки идут ромбом Анатолий Ананьев как такое полотно с такими пластами, психологическими движениями, реминисценциями. Всем вот этим. Лейтенантская проза этого не должна быть по определению. И сам Толстой тоже, конечно, в севастопольских рассказывают о не всецело лейтенантской прозе, потому что он часто уходит в какое-то морализаторство, он начинает говорить «Герой моих произведений правда», он начинает говорить о том, что война непотребна человеческому естеству и так далее. Об этом лейтенанты не должны писать. Но по сути какую-то основу он дал. И я думаю, что еще из, наверное, литературы о гражданской войне, но тоже не вся, наверное, бабель была как-то тоже ответственна за возникновение лейтенантской прозы Серафимовича. Ну, я думаю, что, может быть, Хемингу и ремарк. Скорее ремарк, потому что уже в 28-м году, чуть ли не раньше, чем его книга вышла на Западе, она была переведена на русский язык. Это был первый из переводов на... И до того, как в 30-х годах ее запретили, успели зачитаться его на Западном фронте без перемен. Наверное, наверное, вся более или менее интеллигентская прослойка. Трудно сказать, чтобы, допустим, Виктор Некрасов или Борис Васильев, люди из аристократических интеллигентских семей, чтобы они до войны не прочитали ремарка, наверное, трудно даже предположить. То есть, скорее всего, они прочитали. А видишь, Андрей, когда ты уже прочитал какую-то книгу до того, как началась война, когда идет война, ты уже воспринимаешь, у тебя уже есть предустановка. Не то, что до того, как ты начал писать, а до того, как ты попал в это событие, уже ты получил определенную оптику. Я бы добавил еще одну книгу, это Ричарда Олзенкова, «Смерть героя». Ее очень любили, она была очень популярна. «Селина» у нас опубликовали в 36-м году, «Путешествие на край ночи», но тираж был ограничен, там 40 тысяч, но по нынешним меркам это фантастически, а по тогдашним не особо сильный. Но его тоже, в общем, вполне прочитали, и большую прессу он получил, даже Алексей Максимович отозвался, но у нас его как бы не очень любили, поскольку он такой был коллаборационист впоследствии и так далее. А ремарка у Уолдингтона это две фигнухи Хемингуэй, да. Ну, кроме Хемингуэй стал больше популярен в 60-м. Да, это правда. Вот в Советском Союзе он стал культом в 60-м. А вот до войны скорее это был ремарк. Еще есть один текст, Герман, это Анри Барбюс Роман Агу. Нас Барбюса очень хорошо знали, отлично переводили. Вот это история взвода, вот то, что я говорил, такой коллективный опыт, опыт людей, вот, и как бы коллективный субъект изображения. Вот то, что, кстати, пытались, пытался сделать и Сергей Мойч, в том числе, и вот потом мы видим, как на протяжении Романа у Барбюса из этой аморфно такой массы вырастает такая антивоенная очень пафосная тема. Огонь был очень популярный текст, его все действительно читали, очень сильный был автор, но его любили в СССР, он так был немножко сталинист, его у нас привечали, поэтому, да, еще Барбюс, конечно, разумеется, на них наказал влияние, вот это умение показать личность, вовлеченную в массу, в ситуацию и так было, да. Значит, вот лейтенантская проза, одна, вот мы назвали сейчас несколько источников, а квази-лейтенантская проза, это та проза, которая притворяется лейтенантской, которая, она как бы имитирует некоторую искренность, некоторый вот такой личный опыт, какое-то переживание личное, но на самом деле является сделанной, сделанной либо в эстетических каких-то целях, либо в политических целях, либо в психотерапевтических целях автором, но она является сделанной. Мне кажется, что многие произведения Василия Быкова являются сделанными, и просто вот у тех авторов, которые я назову как авторов квази-лейтенантской прозы, у каждого своя история. Василия Быкова, я считаю не совсем принадлежащим к лейтенантской прозе, а несколько сделанным искусственно, именно из-за огромного объема и количества его произведений, которые явно не соответствуют опыту младшего командира в Великой Отечественной войне. Я должен сделать маленький экскурс, экскурс такой на 2-3 минуты. Дело в том, что как можно было выжить на войне, там 2-3 года, 4 года, как можно было выжить на войне, допустим, начать войну в 42-м и закончить в 45-м в Берлине, когда мы знаем, что если в пехоте, то вообще пехотинец живет 3 дня или там 3 атаки. Потери же были огромные. Как человек выживал, как человек жил 3 года, допустим, на войне, с 42-го или с 43-го по 45-й. Как это было возможно? На самом деле это было возможно, потому что в среднем выживший солдат или офицер в Великой Отечественной войне в Красной армии непосредственно на передовой линии находился и принимал участие непосредственно в военных операциях в среднем 2 месяца в году. Иногда месяц в году. Все остальное время ранения. Ранения были очень часто, потому что на одного убитого в Великой Отечественной войне, Второй мировой войне, на одного убитого 2-3-4 ранних. И ранения, ну, плохо, когда ранения тяжелые, инвалидизирующие, ну, когда совсем легкие ранения тебя в медсанбат не забирают, тоже ничего хорошего. А вот счастье для бойца, когда он получает в средней тяжести ранения и когда он на месяц, на два в госпиталь. А после госпиталя еще и полагается отпуск домой. Отпуска получали. В очень тяжелые времена боев красноармейцы и командиры получали отпуска. То есть госпиталя, отпуска, потом переформирование, переформовка, так вот это Мекрасов там пишет, да, идем на переформовку. Переформирование очень много времени занимали. И стояние в резерве. Дело в том, что вот особая такая была тактика Красной Армии, но не тактика, так вот получилось, из-за чего мы проигрывали первые все месяцы войны. Немцы всегда создавали большой численный перевес. Вот мы, допустим, читаем лейтенантскую просьбу, или там смотрим фильмы про войну, и постоянно этих немцев так много, так их много постоянно. Один советский солдатик, там, красноармеец, сидит с ружьем, на него обязательно пять автоматчиков, десять танков. Думаешь, ну, е-мое, ну, почему же, ну, где же наша армия? Что же наши, вот, все время у нас один взвод, а на него батальден идет, еще и с танками, да? А открываешь документы, да, смотришь этот участок фронта, да у нас там было полуторакратное превосходство вооруженной силе и техники. Ну, как же так? Кто же прав? Так все-таки что же было? Один наш солдатик против пятерых немцев сражался или наоборот это один просто немец такой, просто очень хороший солдат и наших пятерых гнался, да? В чем же правда? Потому что количество вроде техника было больше, а правда была в том, что, правда и то, и это, правда-то была в том, что наши войска всегда были эшелонированы. У нас вот на определенном участке фронта допустим стоит там не знаю допустим 20 тысяч человек и у немцев, а у немцев 15 тысяч человек, но у немцев все 15 тысяч в первой линии, а у нас 20 тысяч на 4 линии разбиты. Поэтому немец идет, 15 тысяч встречает, сначала 5 тысяч их побивает, потом 5 тысяч их побивает. То есть у них все время было превосходство, потому что они все шли одной линией. А у нас была очень эшелонирована, у нас были большие резервы, мы когда у нас танковый корпус вводился, он вводился частями. Немец, если идет, у него танковый корпус, он ведет сразу, весь клин сразу идет. А у нас прибыл там танковый корпус, разгружается на станции, послали сначала одну часть, ее немцы перемололи, вторую часть немцы перемололи, третью часть немцы перемололи и нету корпуса. И каждый советский танк сражался с 10-ю немецкими танками. Хотя, в принципе, если в общем посчитать, немецких танков было в полтора раза меньше, чем наших. Вот как так получается. Но это кажется, что это вот просто, а, надо было одной линии, просто и все. Там тоже были свои проблемы у немцев. Свои проблемы были в том, что вот так вот одной линии наступать было хорошо в Блицкриге. то есть мы быстро сейчас все сделаем. Да, близкие. У немцев на реформирование части очень мало отправляли. В резервах было мало. В отпуска солдат плохо очень отпускали, а потом совсем перестали отпускать. Потому что давайте мы быстро сейчас эту войну закончим, а потом будем отдыхать. У нас, допустим, самолетов в два раза больше, у них меньше, но у них каждый самолет ежедневно делает два-три боевых вылета в день, а наш самолет делает один боевой вылет в два дня. Поэтому насыщенность неба самолетов какая? Самолет же не считается, когда он на земле, считается, когда он в небе летит. Получается, что у них в четыре раза больше самолетов. Они просто летают чаще. Но вы летчики и техника, все они были на наркотиках, на возбуждающих средствах. Но потому что они мало спали, они, ну там, выпьют эти таблетки и опять лететь, выпьют таблетки, ну по два-три боевых вылета в день. Это же на износ. И психика, и техника, все было на износ. Все было рассчитано на несколько месяцев очень большую войну. Я это к чему говорю? К тому, что красноармеец или советский офицер, он даже если два-три года был на войне, непосредственно в военных операциях он эти два-три года не участвовал. Скорее всего, чаще всего, его личный боевой опыт ограничивался участием в нескольких операциях. Поэтому на личном опыте написать 20 повестей, 10 романов, 40 рассказов, там не будет столько личного опыта. Это такое вот, ну, как бы настроение такое. Поэтому у Василия Быкова есть такая, мне кажется, что имитация искренности, а на самом деле вот была такая просто эмоция, некоторая эмоция, и больше не офицерская, а больше такая солдатская эмоция о бессмысленности войны. Герман, ну да, у меня есть еще что сказать. У нас есть к тебе некоторые вопросы, один мы прибережем, наверное, на потом, он не имеет непосредственного отношения к военной прозе, хотя, почему нет? Но вот спрашивают нас, какие современные, какие современных российских авторов ты мог бы причислить к традиции военной прозы? Это очень интересный вопрос, я собирался на нем отдельно остановиться. Давайте я скажу только одно имя. Это Владислав Шурикин. Из всех, кого я прочитал, именно к лейтенантской прозе, он имеет наибольшее отношение. Именно к лейтенантской, не к военной прозе вообще, потому что военная проза может быть разной. Военная проза может быть такой вот толстовский такие произведения, могут быть такие с публицистическим уклоном произведения, могут быть произведения со стороны мирного жителя написанные, и много очень может быть. Но вот сегодня у нас программа о лейтенантской прозе. Лейтенантская проза у нас это Владислав Шурыгин. У него есть такая книжка «Письма мертвого капитана», она о Чеченской войне, и вот более или менее, но вот с той же самой оптикой, как лейтенантская проза Великой Отечественной войны, хотя, конечно, сами по себе события несопоставимые, но если брать ближайший аналог, ближайший аналог, то это вот Шурыгин, он сам имеет боевой опыт, хотя в Чеченской войне, насколько я знаю, он не участвовал как офицер, но он участвовал, был добровольцем в Сербии, допустим, и он профессиональный военный корреспондент, только что, скажем так, он присутствовал, а участвовал в других войнах, это тоже дало ему опыта. Ну, а роман Захара Прилепина «Патология»? Роман Захара Прилепина «Патология», он прекрасен, и недавний роман, его некоторые не попадут в ад, он тоже прекрасен, он тоже военный, но это не лейтенантская проза, у него просто другие задачи, другие смыслы, другая оптика, хотя пока что это все-таки лучшее из того, что написано о войне в Донбассе, я знаю, что к Захару Прилепину очень много претензий, что он там по-настоящему не воевал, он пиаром занимался, приехал, уехал, и некоторые, кто воевал там более по-настоящему, я не знаю, больше провел в блиндажах, в траншеях, с автоматом сидел, они говорят, вот, у него не настоящая проза, он не знает, какая была война на самом деле, а вот я знаю, какая война была на самом деле, но знать мало, есть очень много воинов и солдат, но не все становятся писателями, дело в том, что я, я, ну, всех, наверное, невозможно, всех, но кого-то из этих донбасских, участников донбасских событий я читал, не Захара Прилепина, а вот других, причем из тех, кто критикует Прилепина за то, что он не настоящий солдат, он не по-настоящему воевал, он не может знать, а вот мы знаем, и вот мы написали, и я вот то, что вот они написали, я читал, и вот Андрей, прости, но это беспомощно, это беспомощно, это не имеет никакой художественной ценности, и ладно бы не имеет художественной ценности, но это не имеет и информативной никакой ценности, вот казалось бы, человек, вот он, да, он сидел в блиндажах, он там с автоматом ходил, он там стрелял туда-куда-то, все казалось бы, да, и вроде казалось бы, он может рассказать что-то интересное о самом ходе боевых действий, не знаю, операции под Иловайском, как это все происходило, да, и вот ты читаешь его страницу за страницей, страницу за страницей, он пишет какую-то ерунду, он пишет совершенно неинтересное, он пишет то, что ему кажется важным, и не пишет то, что нужно написать, когда ты пишешь военную прозу о боевых действиях, о конфликтах, о внутренних конфликтах в подразделении, о том, как устроена психология общения в подразделении, да, то, что интересует человека в военной прозе, а он пишет какую-то ерунду, отсутствие литературного таланта, оно кроме того, что не дает человеку возможности сделать какое-то обобщение, какую-то дать универсальную картину мира в коротеньком очень рассказе, оно даже не позволяет ему увидеть, что на самом деле было важно в моем опыте, что из моего опыта нужно рассказать. Вот мы живем все какой-то жизнью, у нас 24 часа в жизни, чем бы мы ни занимались, но наверняка, даже если мы занимаемся чем-то очень важным и интересным, все 24 часа нашей жизни, они не заслуживают того, чтобы быть описанными в прозе. И надо видеть то, что было в моем опыте полезным и ценным. Они даже этого не видят. Поэтому я считаю, что Захара Прилепина, книжка из того, что я знаю пока о Донбассе, это все равно самое лучшее. Ну, патологии прекрасные, Роман, патологии, психологические очень. Но он тоже, он не лейтенантский. Да, да, да. Я, потому что вот сейчас выбираю, выбираю Шурыгина именно как лейтенантскую прозу, да, потому что там минимум рефлексий, минимум сентиментов, а в лейтенантской прозе должен быть минимум сентиментов, если ты мне дашь время, я тоже об этом расскажу. Да, давай, кстати, интересно. В хорошей лейтенантской прозе женщины не должно быть. Или ее должно быть исчезающе мало. Она должна присутствовать как некий такой вот образ мирного прошлого. Может быть, мирного будущего. Может быть, какой-то такого некого иного мира, не той не той реальности, в которой мы сейчас здесь находимся. Вот как у Виктора Некрасова, который задал вот эти ориентиры, как вот он с этой девочкой Люсей, кажется, в Сталинграде, он встречается, он с ней идет, он с ней что-то общается, и потом он такой говорит, ну, ну вот, говорит, вот Люся, я еще увижу сто этих Люсей, двести, и с ними я буду ходить куда-то, гулять, и вот это все у меня сольется в это все в какой-то один-единный образ в голове. Это все сейчас не важно. Это все сейчас не относится к текущей реальности, потому что текущая реальность сейчас – это война. Она совершенно не женская. И у Григория Бакланова, в его первой, на самом деле, повести называется «Малый заслов». Там, когда появляется женщина, то главный герой, а его его устами как бы мыслит автор. Говорит, нехорошо это. Не нужно ей здесь быть. И ты читаешь это не только как ей не нужно быть в батальоне, а просто не нужно быть в тексте, не нужно быть и в произведении. Она входит как чужеродный орган туда вот. И поэтому, конечно, вот этот образ санинструктора в горячем снеге, он сильно искажает реальность. Он сильно искажает вот то, что нам хотят. Потому что женщина, понимаете, это такой объект, он обладает очень большой гравитацией. Если ты запускаешь женщину, то все планеты меняют свои орбиты. Все начинает как-то по-другому крутиться. Все меняется. И поэтому ты должен понимать, когда ты запускаешь женщину, зачем ты туда это делаешь. Ты должен понимать, что отныне теперь центры сместятся все. Интерес будет к этому. У Бондарева это всегда присутствует. Да, у Бондарева тоже почему. Потому что лейтенантская проза это некоторый такой образец, которому на самом деле не соответствует никто. Они подходят больше. Это некоторый такой лекала, с которым мы сверяем автора. Вот этот больше подходит, это меньше подходит. Почему? Потому что лейтенантская проза, нельзя сказать о том, что это проза мальчиков, детская проза, она о чем? Что стоит в центре? Какое событие стоит в центре? Должно стоять в центре классического с произведения лейтенантской прозы. Причем это не должен быть роман, чаще всего это повесть. Стандартная такая форма, это повесть, не очень длинная. Больше чем рассказ, но повесть. Что главное, что в центре стоит? В центре стоит инициация. Да, да, да. Это о том, как мальчик становится мужчиной. Это о том, как мальчик становится воином. должна вот в центре стоять какое-то событие, которое производит в нем такую глубокую трансформацию. Это может быть бой, предательство, плен, смерть лучшего друга. То, что и буквально проходят какие-то часы, и он сидеет, у него другой взгляд, и ты видишь 19-летнего мальчика, но это уже не тот 19-летний мальчик. Мы это видим уже в севастопольских рассказах у Льва Николаевича Толстого, когда там вот эти два мальчика, молодых офицера, они встречаются в станционном буфете, а офицера, уже побывавшего в боях, он без руки, у него один рукав в кителе, у него пустой. И очень мастер-тист, конечно, Лев Николаевич дает понять, что вот это мальчики, они не прошли еще инициацию, он невысокомерен, высокомерие это другая черта, другая сторона неуверенности в себе. Он уверен в себе, он спокоен, он уже знает, он знает, кто он такой, он уже познал себя, прежде вот помещенный в эти обстоятельства, он уже познал себя. И а инициация, вот эта мужская инициация воина, она должна проходить без женщин. Женщина здесь отвлекающий фактор. Это древние очень обычаи, инициации мужской, во всех этнографах везде засвидетельствовали племенах, сохраняющих древние обычаи. Конечно, мальчики удаляются от женщин. Я не могу с тобой согласиться, как писатель не могу согласиться, вот как ты все говоришь, это все очень логично, но вот как писатель не могу, потому что тут смотри, это очень важный момент, и Хемингуэй ведь объединял, смотри, когда он называл свой роман «Fevil to Arms», это роман антивоенный, роман против войны, то есть он ведь имел в виду с одной стороны оружие, arms, с другой стороны он имел в виду и объятия, то есть руки, которые тебя обнимают, то есть это два каких-то важных экзистенциальных составляющих, это тоже связь женщин это тоже своего рода определенная инициация, и в романах здесь обязательно, я честно говоря очень мало знаю западных текстов, где я просто их не знаю, где бы из этого обошлось, это есть у Хемингуэя, это есть у Дос Пассоса в «Трех солдатах», это все у Джеймса Джонса, огромное количество женщин, но Нормана Мейлера тоже самые постоянные эротические воспоминания героев, не могу здесь согласиться, как писатель, наверное, как человек, который слушает твои идеи, не очень логично. Вот в лучших образцах именно лейтенантская проза, поскольку они центрированы вокруг события мужской воинской инициации, там женщина выносится за скобки, она остается либо каким-то ну даже у Прилепинов либо каким-то образом из прошлого, образом из будущего, образом из другой жизни. Ее не должно быть вот в той реальности, в которой мы сейчас проходим трансформацию. Прилепин решил эту задачу, то есть он в патологиях он разбил свой текст на, условно говоря, то, что происходит в мирное время, это взаимоотношения главного героя с его женой, с которой у него такие сложные возникли внутренние отношения, на самом деле там простые, но ему кажется, что сложно. И второе, это его батальный опыт, то есть там уже женщин, насколько я помню, нет. Там штурм, там война, там окопная правда и тому подобное. Герман, ну к тебе вот тут есть вопрос, вопрос с Адулаевым. Герман, в недавнем интервью на радио вы говорили, что осенью у вас должна выйти новая книжка о готах. Откуда интерес к этой теме и как долго вы над ней работали? Ну, несколько лет потихонечку собирались темы, темы и тексты про готские племена, об их истории и о том, как их история преломляется в современное время. В издательстве Lingus это будет называться готские письма, она до этой осени должна выйти. Почему именно готы? Я люблю их, они умерли. Они умерли. Хорошо. Никто не претендует на их наследие, вот что очень приятно. Ты знаешь, я тебе... Никто не провозглашает себя прямыми потомками готов, это очень приятно. Я в университете, у нас был целый семестр готского языка. Мой дед это ввел в качестве такого образцового германского языка со всеми, то есть это для лингвиста потрясающе. Важная тема. Надо обязательно знать готский язык, если ты филолог-германист. Николай Никулин. Николай Никулин, да. Я боялся тебе задавать этот вопрос. Книжку, которую я прочитал недавно, оставившая очень двойственное впечатление. Я ее... Я бросил ее на середине, я тебе могу сказать честно. Вот. Ну, мне бы хотелось... Да, хорошо. Я хотел обойти этот сюжет, потому что мнение... Он тяжелый. Он неприятен и тяжелый. Но раз ты с вами заговорил, скажи, пожалуйста, что ты думаешь... Если мы говорим о лейтенантской просьбе, мы должны все-таки еще два имени назвать. Это был большой всплеск. Особенно либеральная, разумеется, интеллигенция. Вот нам рассказали правду о войне, на карательной Красной Армии, о беспорядках, о хаосе, не о прочих вещах. Вот. Мои либеральные коллеги с восторгом мне пересказывали все это. Николай Никулин. Николай Никулин. Он воевал, не был младшим командиром, хотя мог бы был образованный человек, но не поднялся до младшего командира по своим каким-то психологическим свойствам. Он ученый, прежде всего. Так и остался красноармейцем. В 75-м году, он утверждает, что в 75-м году он написал эту книжку «Мои воспоминания о войне». То есть как бы мемуарная книга. Она была опубликована только в 2007-м году. Хотя в 96-м году он по поводу этой книги списывался с тогда еще живым Быковым. Василием Быковым, конечно же. То есть он же вступал в переписку, какие-то части опубликовал. Полностью она вышла только в издательстве «Эрмитаж» в 2007-м году. Он там рассказывает о Синявинской операции, о других операциях. И, конечно, очень тяжелое такое впечатление от этого проза. Ничего хорошего вокруг одни все плохие люди, красноармейцы все плохие. За все время у него не образовалось ни одного друга на фронте. Все плохие, все насилуют немок, все грабят, все боятся, все чего-то пытаются все время покушать, никакого героизма. Просто полное там забрасываем противника трупами. И много таких путешествующих сюжетов анекдотических о том, как красноармейцы где-то взялись перед заводом, все упились пьяные и умерли. Никогда этого не было, но это байка, фронтовые байки, которые путешествуют в фольклоре. На всех фронтах пять таких историй рассказывали, но нигде на самом деле не было этого. Ну, в общем, такая книжка. Мои воспоминания о войне. Николай Никулин «Кто хочет, легко найдет, она легко достижена». Доступна она в интернете выложена. Доступна везде, да. Так вот, я говорил об инициации. Что такое инициация? Это суровое испытание. Так вот, то есть мальчик проходит через какое-то суровое испытание и становится мужчиной, воином. Так вот, не все его проходят. То есть, инициация подразумевает то, что не все пройдут. То есть, не все станут мужчинами и воинами. И вот эта книга показывает нам на самом деле человека, который попал в ситуацию испытания, но не смог ее выдержать. И не стал воином. Не стал мужчиной, а остался на всю жизнь просто травмированным человеком. В этом не его вина на самом деле, потому что не все люди по природе своей, способны стать воинами. Не все люди по своей природе могут принадлежать к этому сословию. У некоторых людей, даже у мужчин, гендера тут ни при чем. Просто совершенно иная природа. Им просто нечего делать на войне. если взять какого-нибудь Васильева или Некрасова, то у них вообще предки были офицеры. Ну, они ну, как бы у них в крови было такое более-менее. Ну, там война, там убили, там ну, вот воюем, враги. А что делать? А что? Ну, а что? Когда человек в сословии находится офицерском, допустим, или военном, да, ну, у меня отец пришел с войны без руки и без ноги. Ну, хорошо, что живой. А дедушку, я не знаю, ему было 24 года, его убили на войне. Ну, так убили на войне, он же, его убили, потому что, ну, а как? То есть, для таких людей война не является таким опытом, который все, и теперь на всю жизнь я увидел мертвого человека, и теперь все. Ну, то есть, они как-то подготовлены к этому. Есть люди, которые менее к этому подготовлены. Есть люди, которые совсем не готовы к войне. Война, которых просто травмирует и уничтожает душу, просто съедает эту душу. Я думаю, что Николай Никулин был прекрасным человеком, он был прекрасным ученым, работал в Эрмитаже, исследователем, но инициацию война он не прошел. И это не его вина, просто у него природа другая. У него психологическая природа была другая, но мы не должны поэтому его книгу воспринимать как единственную правду. Мы должны понимать, что эта книга, человека, который попал на войну, а он не был воином. В общем, никак не был воином. И мы не можем ему полностью доверять в том, что касается войны, потому что войну может понимать все-таки только воин, а не тот, кто не смог им стать. Вот все, что могу сказать о Николине. Хотя она квази-лейтенантская проза, потому что она вроде как тоже переживание, личный опыт, боя. А на самом деле, когда делаешь текстологический анализ этой книги, оказывается, что личный опыт часто заменен байками с фронта. И еще одно последнее имя тогда мы скажем. Очень замечательный и уважаемый наш писатель Виктор Астафьев, который написал тоже квази-лейтенантскую прозу «Проклятый и убитый». Проклятый и убитый. Проклятый и убитый. А Юрий Бондарев был еще жив, он недавно совсем умер. Юрий Бондарев в этом году только. В этом году только умер. Юрий Бондарев с большим негодованием принял эту книгу. Хотя Юрий Бондарев сам писал книги, скажем так, вовсе не локирующие действительности. Он был не чужит окопной правде. Ну и как бы вообще описывал довольно критически. Довольно критически. Состояние вообще умов и страны. Это и выбори, и в береге, и в тишине. Это все проблемный был автор. Да. Но он с резким неприятием отнесся к книжке Виктора Астафьева «Проклятый и убитый». И я тоже вижу это как квази-лейтенантскую прозу, как некоторое такое подражание вот чему-то написанному на основе личного опыта, как переживание какой-то инициации. Потому что, ну, во-первых, инициации там нет. Мы не видим, что мальчик становится мужчиной и воином. Там опять какая-то травма. Хотя все было не совсем так в истории самого Виктора Астафьева. Он был прекрасным воином. А самая большая... Это был не Никулин. Личная история у него совсем другая. А самое большое... Сомнение самое большое в том, что он написал эту книгу, начал писать в 90-м и в 91-м году. Ребята, 45 лет прошло против... после войны. Ну, какие личные воспоминания? Ну, какая личная травма? Можем ли мы представить, что человек, у которого была вот эта вот личная травма о боях над Днепровском плацдарме, и он 45 лет о ней не писал? А потом, через 45 лет, он начинает о ней писать. На самом деле, память человека так устроена, что за 45 лет в основном все стирается. За 45 лет непосредственное эмоциональное переживание у него было замещено некоторыми политизированными мнениями и утверждениями. Поскольку в тот момент он уже был на таких антисоветских позициях, у него такая уже... Это уже не было непосредственно... То есть, это маскируется под непосредственное такое вот искреннее высказывание, но на самом деле это уже идеологическое высказывание. Сам факт, что оно сделано через 45 лет, уже говорит о том, что это нельзя рассматривать как искреннюю лейтенантскую прозу. Хотя, конечно, образцы текста там есть прекрасные, сам по себе текст хороший, но мы должны его воспринимать со скидкой, что это не проза очевидца, это не лейтенантская проза, хотя сам Астафьев был в этих боях. Это создано уже по воспоминаниям, по архивам и с определенным идеологическим настроем. Последнее, вот что хочу, наверное, сказать, да, что очень важно для лейтенантской прозы было личное участие, и поэтому наш учитель, старший товарищ Леонид Абрамович Юзефович, когда его недавно спросили, там кто-то написал книгу Адам Басима, Самсонов, да, его спросили, ну вот что вы думаете об этой книге Самсонова, которую написал Адам Басима? Леонид Абрамович сказал, я ничего не думаю, я вообще не собираюсь ее читать, мне вообще неинтересно. Вольтер Скотт ему интересен, он тоже не участвовал в своих батальных мне неинтересно, что написал человек о войне на Донбассе, который сам не поехал, не взял себе за труд поехать туда даже в качестве военного корреспондента. Нет, Леонид Абрамович сказал, что сейчас, говорит, наверное, можно писать о Второй мировой войне Великой Отечественной, потому что поехать ты туда уже все равно не можешь, но есть документы и ты можешь писать о ней. Но если есть вот сейчас живой Донбасс, ты мог туда поехать, но не поехал, то зачем ты вообще о нем пишешь? Это очень по-лейтенантски, потому что именно лейтенантская проза тогда выдвинула вот этот странный на самом деле для литературы критерий. Если ты это не видел собственными глазами, не пиши об этом. Это только лейтенантская проза выдвинула такой критерий. Я, конечно, тоже с ним полностью не согласен, потому что я всегда пишу о том, где я не был, або семья и сготским племенем, тоже на Рим не шел, но пишу об этом. Но правда определенная в этом есть, и один вот маленький есть пример из той же прекрасной повести Виктора Некрасова в окопах Сталинграда. Там, когда герой заходит в Сталинград, он описывает, там он стоит, написано, женщины красили губы. Ну, то есть он приходит в город и видит, что там кинотеатры работают, трамваи ходят, ну, а он только что с отступления, ну, он только что там они оригадные бои вели, и все плохо. И он видит, он видит на улицах людей женщин с накрашенными губами. И вот он одну маленькую фразу, и женщины в городе красили губы. И вот это сразу выдает очевидца событий, потому что ты не можешь этого придумать, ты не можешь вот такие детали, которые сразу убивают читателя, их невозможно нигде, вот ты когда пишешь о чем-то, ну, по архивным документам, ты смотришь, ага, какие части стояли, сколько было в каждой людей, какое вооружение было, а теперь нужно, чтобы никто не ругал, там, учим отчасть, теперь изучим вооружение, сколько там патронов в магазине, там, да, все это изучим, ага, потом посмотрим карты местности, чтобы тоже не сглупить, не перепутать местами какие-нибудь реки и холмы, все вот это посмотрим, карты местности, мы все можем изучить по документам, но вот такой деталь, что женщины в городе красили губы, мы никогда не сможем придумать, если мы не были очевидцем событий, а они, конечно, эти детали дают просто неповторимый вкус, неповторимая атмосфера повествования, все, спасибо. Спасибо большое, Герман. Дорогие друзья, у нас заканчивается первый день нашей школы, проза над линией фронта, и у нас в гостях сегодня был Герман Судулаев, меня зовут Андрей Сатуров, всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok